Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, добрый день. В студии Лиза Калинина и Никита Некрасов. Начинается наша программа «Наука и технологии». И с радостью представляю нашего гостя сегодняшнего. Акушер-кинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, остеопат, врач-кибернетик Никита Истомин. Никита, здравствуйте. Добрый день. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Несмотря на то, что наша программа больше такая инновационная, мы рассказываем про какие-то новшества, технические особенности. Сегодня наша тема достаточно необычная, безумно интересная, и о ней говорят все больше и больше. Мы поговорим сегодня о психосоматике заболеваний. Давайте сначала определимся с понятием для наших слушателей и зрителей. Вот психосоматика, что это такое? Что мы под этим подразумеваем? В первую очередь, это сочетание двух слов. Психа, психика и сома, тело. Это болезни тела, которые рождены у нас в психике. То есть если переводить, то нарушение восприятия реальности приводит к нарушению работы в области физиологии. То есть все фраза «все из головы» – это про нас сегодня, про нашу тему. Да, 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 конечно, конечно, да. Именно об этом мы и говорим. Понятно. Получается, что если что-то у тебя болит, ну так или иначе, к этому привели какие-то мысли? Вот я правильно понимаю? Нет, не всегда. Но, как правило, так. Но, грубо говоря, мы можем разделить все болезни на болезни психосоматики, на травмы и на токсическое воздействие, да, то есть отравление, например. Вот, например, травмы и токсическое действие, они не являются психосоматикой. Хотя, сейчас вот я читаю, многие ученые, они склонны утверждать, что любая травма – это тоже итог нарушения восприятия, который приводит в итоге к какому-то… Что любопытное, я просто добавлю, вы врач высококвалифицированный, и многие ваши коллеги, так или иначе, до этого раньше не признавали психосоматику, ну как-то относились к этому псевдонаучно. Ну, скажем так, было не принято говорить об этом. Да. То есть сейчас мы об этом говорим смело, что это правда наша… Об этом говорят много лет, но сейчас еще даже во время СССР об этом говорили, и были целые институты, которые это изучали, и НИИ, но сейчас это вышло на новый уровень, да, конечно. Конечно. С чего все начинается, Никита, скажите, пожалуйста. В смысле? Например. Ну, вот у меня, условно, там, заболел желудок, и я прихожу, и говорят, это психосоматика, вот откуда это все… Именно так и говорят. Ну, смотря, что там болит. Если это язва, это одно, если это что-то, то это другое. Но, скорее всего, если болит желудок, значит, вы что-то очень сильно хотите продавить в этот мир. Ваше мнение, да, оно не принимается, и вы боретесь с этим, направляя всю энергию именно на это действие. Получая сопротивление какое-то и преодолевает сопротивление в желудок, конечно, да. То есть каждый орган, если у меня болит желудок, это одно, если у меня болит пятка, это другое, если ухо, то третье. Конечно, да. Исходя из больного органа, можно сказать о человеке что-то? В принципе, мы так и говорим, конечно, тестирование, именно так и происходит, да. Но, скорее, даже не орган, а мышечная система. В первую очередь реагируют мышцы, которые дают спазм, нарушая кровообращение в той или иной зоне, и уже потом вторично от нарушенного кровообращения происходит нарушение в самом органе. А откуда пошла вот эта информация, что, допустим, если болит голова, то это вот означает? Это наблюдение, статистика, конечно. Это многолетнее наблюдение, которое приводит к каким-то выводам. Вся наука, извините, наша наука, это наблюдение. А, хорошо, еще такой вопрос. А что с этим сделал? Вот узнал Никита, например, что у него болит желудок, и он там что-то в себе подавляет. Вот что с этим теперь делать? Не то, что он подавляет, он наоборот пытается продавливать. Что с этим знанием делать? Вот человек как-то сам, без помощи специалистов, может себе помочь? А, нет. Хотя бы на первую сторону. Нет, нет, нет. Нет, есть такие люди, которые готовы, но обычно мы настолько уперты, что мы не готовы. То есть мы понять это можем, а вот принять нет. Поэтому на первом этапе я всегда рекомендую сходить к психотерапевту. Не к психологу, а к психотерапевту. Чтобы это уже лечилось? Чтобы это лечить, да. Не просто поговорить, да? Да, но психотерапевта мало будет. Еще необходим телесный терапевт. Потому что одно дело убрать этот блок на уровне ментальности человека, а другое дело, этот блок уже фиксирован на уровне тела, мышечной системы. И этот блок, он имеет определенную структуру. И даже если убрать ментальности этот аспект, то все равно он в теле будет какое-то время сохраняться и приводить к... Боли. Не то, что к боли, а приводить к повторению ситуации. А-а-а. Так или иначе. У нас рубрика «Полным ходом наука и технологии». У нас в гостях замечательный гость Никита Истомин. Акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, остеопат, врач-кибернетик. И, что немаловажно, врач-практик. И обсуждаем мы вопрос психосоматики. Как вообще, в принципе, наше самочувствие связано с нашей головой? С мыслями, да. Лиза, у тебя... У меня миллиард вопросов, если честно. Миллиард вопросов, давай начинай. Да. У меня только миллион ответов, поэтому... А, миллион ответов. Мне просто хотелось бы, чтобы наши слушатели и зрители получили какие-то рекомендации. Мы понимаем, что надо идти к специалисту, чтобы убрать блок в теле, который уже появился, работать с психосерапевтом, чтобы изменить сценарии свои. Но как-то, не знаю, первую помощь, может быть, себя оказать. Человек уже узнал о причине. Это немаловажно, да? Это уже какая-то процентная доля победы. Смотрите, первая помощь – это переключение своего восприятия на что-то другое, противоположное. Например, если... Ну, приведите какой-то пример. Любой. Ну, вот мы начали, что уже с желудка, да? Что продавливает человек какую-то мысль свою. Хорошо, например, если Никита что-то пытается продавить, пролоббировать, у него не получается, или получается, но с скрипом каким-то... Он уже понял, что тело на это реагирует, уже появилось боль в желудке. Да, он уже ощущает боль в желудке. Первое, что надо сделать, это себя переключить на что-то абсолютно противоположное. То есть приятное. Ну, например, если человек... Я всегда... Я очень люблю океан. Я всегда предлагаю людям, когда на прием ко мне приходят люди, улететь на океан. Если я понимаю, что они мне не дают работать с их телом, то есть они напряжены так, или они пытаются меня вовлечь эмоционально в их проблему, я предлагаю им улететь на океан. И через буквально минуту я вижу, что тело в этой зоне, оно полностью расслаблено. Мысленно улететь. Да, да, да. И ощутить. Ощутить тело. Это нормально. Сейчас. Не только увидеть, но еще ощутить. Вот вам компьютер, заказывайте билеты. Очень важно. То есть как медитация, не знаю, такая своборота. Можно так, да. Как медитация. Но очень важно не только мысленно туда отправиться, но еще ощутить телом вот эту теплоту воды, ветерок, как запах моря или океана, и что вокруг. И тогда вот это погружение хотя бы на полторы-две минуты, оно отключает напряжение в теле. У всех получается, Никита, скажите? Потому что вам, может быть, люди с плохой фантазией со всем. Это играет родные фантазии, а насколько человек упертый. А, то есть исключительно упертый. Исключительно. Только в этом дело. Нет, ну бывает же, что человек, ну никак, допустим, даже на море, есть же такие люди, кто не был на море. Хорошо, в горах, ради бога. То есть либо море, либо горы. В деревне, у бабушки в деревне. Это же великолепно. Помните булочки, вот эти пирожки, которые в деревне? Сейчас мы расслабимся, эфира не будет. Смотрите, а еще вот что интересно. Улетели на океан. То есть тело начинает расслабляться, да? Тело прекращает поддерживать это напряжение. И уже в течение короткого времени мы можем этот мышечный блок корректировать, скорректировать, наладить кровообращение в этой зоне. И уже потом все начинается по-другому. Смотрите, а то, что мы живем в мегаполисе, это влияет? У нас же таких стрессов 553 тысячи за день. Это социальные аспекты, это первые аспекты, которые работают на психосоматику. Потому что, во-первых, если мы говорим о Москве, это город, который очень сильно ускоряет человека. Да. Все время. В 5 утра уже надо куда-то выходить. Что-то болит голова, неважно. Все равно надо идти на работу, выполнять какие-то социальные вот эти вот нормы. Ну, функции свои. Нормы, функции, да. И, конечно, это очень дает перенапряжение психического человека. И в первую очередь, конечно, да, люди, которые живут в Москве, они более всего подвержены психосоматике. И что надо в системе вот ходить к таким специалистам, чтобы разгружаться? Обязательно, обязательно. Я рекомендую каждому первому. Да? А как часто? Зависит тут напряжение. Например, если человек, назовем его пофигистом. Везет ему. Да ему очень везет, ему надо раз в год. Если человек с синдромом отличника, который всегда всем должен доказывать, что он лучший, да, и при этом еще требовать какую-то оценку, не требовать, а необходимость ее получать, то у таких людей, конечно, им надо чаще ходить. То есть пофигиста вообще легче живет. Намного. К этому надо стремиться. Естественно. К этому надо стремиться. Именно так, да. О, супер. Пишет нам барышня. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, болит под правым коленом при ходьбе по ступенькам. Травмы не было. Большое спасибо. Мы говорим о психосоматике сегодня, напоминая нашу тему. Как это может быть связано с психосоматикой? Не факт. Если болит под правым коленом, то, во-первых, надо смотреть, нет ли там кисты, нет ли там нарушений связочного аппарата. То есть в принципе можно сходить к хирургу, сделать УЗИ, сделать рентген и уже на этом этапе проводить диагностику. Если под правым коленом, во-первых, надо уточнить, где изнутри, снаружи, что это. Поэтому в любом случае, когда мы говорим о какой-то боли в ноге, то мы идем либо к ортопеду, либо к хирургу. То есть нужна первичная консультация? Конечно, абсолютно так, абсолютно. То есть мы рационально подходим ко всем проблемам. Я напомню для наших зрителей и слушателей, что тема все-таки у нас психосоматики. Давайте сначала, чтобы понять, что только психосоматика и боли в колене, то мы в первую очередь говорим о том, что психосоматика – это какая-то хроническая боль, которая, как правило, при обследовании себя никак не выдает. То есть что-то болит длительно, но когда мы делаем исследование, оно ничего нам не показывает. Боль в сердце, делаем ЭКГ, делаем ЭХКГ, делаем УЗИ, ничего нет. Все хорошо, сердце болит. Вот это в первую очередь тогда психосоматика. Никита, смотрите, вы еще врач-гинеколог. Интересно, вот психосоматические болезни влияют как-то на ребенка, который связан с мамой? Да, влияют на ребенка, и в гинекологии психосоматика, она первична, как правило. А, да? Но если мы говорим о детях, то надо напомнить, что дети, особенно малолетние, до 4-5 лет, у них мозговая активность, она обычно протекает на альфа-ритмах, а не на бета-ритмах, как у нас с вами. То есть это ритмы интуитивные, это очень более глубинные ритмы, в них нету логики. И ребенок, у него еще нет своего «я» даже как такового. Он не знает, что такое логика. Поэтому логически вот эти вот изыски ему не знакомы. Он всему рад, всему готов. И когда он живет с матерью, которая все время, извините за выражение, чем-то напряжена, тревожится, он логически не воспринимает это. Но эту информацию он получает. Она для него иррациональна, она начинает напрягать его тело. Формируются блоки, и в первую очередь это бронхолегочная система. И такой ребенок, честно, будет болеть. И раньше я занимался очень много детьми, и когда ко мне приходили, я всегда говорю, что... Мамочка, вам лечиться надо. Да-да-да, когда ребенок 2-3 лет, я всегда говорю, что мы будем лечить маму. Все удивлялись, но по мере лечения ребенок выздоравливал. Лечение мамы. А что касается процесса беременности, вот, допустим, такое понятие, как тонус, это тоже психосоматика, либо это все-таки уже какая-то физиология? Смотрите, это может быть и физиология, например, когда мы говорим о нехватке прогестерона, который приводит к сокращению матки и тонусу матки, это одно дело. Но иногда бывает еще и нервный тонус. Тогда уже дело не в прогестероне, тогда уже дело в психике. Поэтому в любом случае мы подходим рационально, и мы обследуем. При нехватке прогестерона мы вводим дополнительно препараты прогестерона, и если все в порядке, но все равно тонус сохранен, тогда мы ведем такую мамочку к остеопату и корректируем этот тонус. Смотрите, вот вы говорите, в гинекологии очень много психосоматики, да? Тотально. Да? Тотально. Из-за того, что нервничают сильно мамы? Или не мамы, просто женщины? Даже не мамы. Береметий, на самом деле, у меня сейчас не так много. Больше к остеопату они ко мне приходят. Женщины. Вот типичный пример. За два месяца примерно, да, ну, несколько сотен пациенток в гинекологии приходят с нарушением цикла, с болями какими-то, какие-то другие проблемы. И 9 из 10 – это будет психосоматика. У 9 женщин из 10 мы выявляем нарушение подвижности органов грудной клетки. Зажатость блоки в органах грудной клетки, в грудной клетке, в грудном отделе позвоночника. И когда мы начинаем их расслаблять и отрабатывать проблемы в гинекологии, процентов на 70 они уходят. Здорово. Волшебство. Это нервное напряжение. Ох. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну, я хочу сказать, что наш абонент для вас всегда доступен. 8-909-9281-899. Это номер студии, номер прямого эфира. Пишите свои вопросы, задавайте в рамках рубрики «Наука и технологии» нашему гостю. Никита Истомин, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, остеопат, врач-кибернетик, врач-практик. Разговариваем о психосоматике. Я вот какой вопрос хотел задать. Психосоматика – это в любом случае, ну, мы уже поговорили о том, что нужно первичное какое-то обследование и так далее, которое повлечет за собой дальше, 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 дальше в ту сторону, чтобы определить, что конкретно у человека. Дальше занимается этим человеком специалист. Ну, допустим, опять-таки, вернемся к нашему примеру с гастроэнтерологией. Специалист-гастроэнтеролог, если болит желудок. И тот человек, который будет вправлять голову. Ты мне показываешь. Ну, я на свою голову хорошо могу показать. Насколько эти врачи должны работать в связке? И может ли один без другого? Они должны работать, но, как правило, они не работают. В связке. Да, потому что энтеролог, как правило, говорит, что проблема там будет в хеликобактер пилори, и начинается антибиотикотерапия. Она может идти там годами и ни к чему не привести. Или же уже, допустим, какое-то хирургическое вмешательство. Ну, если прободение происходит, язвы, то, конечно, уже там только хирургия, там никакие не остеопаты, ни кинезиологи не помогут. Нет, ну, хорошо, не будем брать крайние случаи. Допустим, вот что-то такое, что еще пока не требует хирургическому жертву. Обычно к остеопатам приходят люди уже после многолетней терапии, у интерологов, залеченные, так скажем. Да, без какого-либо эффекта. Потому что, к сожалению, наши традиционные врачи, мои коллеги, они пока что не любят признавать то, что кроме хеликобактера пилори могут быть еще какие-то причины. Если они выявили что-то, значит, они обязаны это лечить. Это протокольная схема лечения. К сожалению, это поддерживается. Даже врач, если хочет что-то сделать другое, он не может. Он находится в рамках. В отличие от остеопата, который вне этих рамок, и он может что-то делать больше. Скажите, а вообще, вот только в нынешнее время стали признавать заслугу психосоматики? Нет, 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 нет. Конечно, это еще во время СССР были. Ну, а сейчас есть вот ваши коллеги, которые совсем не признают? Есть таких очень много. Ну, вспомните, на самом деле, еще во времена СССР, если вы помните, вы, наверное, не помните, вы очень молодая еще. Ну как, спасибо. Ну, врачи, мне это тоже... На самом деле, Лизе 40. Хорошо, Никита, тогда вам, наверное, 50. Тогда вы точно помните, во времена СССР была сеть курортов, курортов, где лечили хронические заболевания. То есть люди пили якобы водичку, минералков, но на самом деле там была и психотерапия, там были еще и психологи, у них были прогулки, и это и была психосоматика. Это было то направление реабилитации, которое, к сожалению, в наше время полностью убито. Ну да, если человек сам себе не устроит. По сути, еще в те времена психосоматика, она была признана, но немножко под другим углом. Никит, к вам есть вопрос. Причем два вопроса, они прям вот смежные. Отлично. Один вопрос про взрослого человека, другой про ребенка. Первый про взрослого. Здравствуйте, у жены периодически возникает крапивница, начинает чесаться, по анализам крови небольшое отклонение. Прокололи что-то от аллергии, не помогало, направили к аллергологу, запись только через два месяца. Что посоветуете? Ну, смотрите, смотря какие отклонения по анализу крови, если это повышенная мула-болинье, если это аллергия, то это одно. Но обычно вся аллергия, она лежит в кишечнике. Это психосоматика кишечника. И, например, в традиционной китайской медицине, в ТКМ, принято разделять кишечник на два, несколько отделов. Если это в нижних отделах, то, скорее всего, это нарушение именно тревоги, зоны бронхов и легкого. Поскольку меридиан легкого лежит на кишечнике и наоборот. И китайцы, например, в лечении пневмонии чаще всего, знаете, к чему прибегают? К чему? К ризмам. А, да? Ну, травами, конечно. Разгружая кишечник, и его напряжение, в том числе мышечное, очищается легкие, проходит напряжение. Поэтому, если мы говорим о аллергии, особенной этиологии, которая непонятна, крапинца или какой-либо другой аллергии, то, скорее всего, проблем лежит в кишечнике, и надо смотреть, что там. И наверняка, если мы будем пальпировать такую пациентку, мы нажмем на определенный звонок кишечника, мы получим болевые триггеры. Точки болезненные. Ничего себе. Еще один вопрос. Добрый день. Дочке 4 года, атопический дерматит. Сыпь на локтях, коленях и ляжках. Ничего найти не могут. По анализам все в норме. Значит, опять же, варианта 2. Дерматит, скорее всего, это могут быть проблемы восприятия родителей, конфликтов каких-то, которые не признаны ребенком рационально, но дают вот такую вот проблему. Но если мама еще болеет, получается, может быть, ребенок тоже считывает вот эту информацию? Очень может быть, но мы об этом уже говорили. В любом случае, такого ребеночка надо исследовать, во-первых, более подробно, потому что понятие «ничего не найдено», это, ну, что-то… Но такому ребенку, мне кажется, еще вот кожные пробы не делают в 4 года. Нет, почему? Делают всем, даже грудничкам могут делать кожные пробы. Дело не в этом. В смысле, они не показывают, картины не дают. Дело в том, что кожные пробы могут не показать всего. Да, 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 да. Никит, такой вопрос. Смотрите, очень часто я заметила по себе и по своему окружению, что когда человек очень устает, у него был такой плотный достаточно график период, не справляется, организм, что называется, вырубается, какая-то простуда, ну, какая-то вот такая болезнь появляется, чтобы посидеть дома. Как я это интерпретирую? Что человек не может сам себе создать вот эти условия для выходного. Вот, и появляется причина, ну, чтобы посидеть дома и ничего не делать. Просто вот это вот, я болею, да, отмазка, пью чай, смотрю фильмы. А многие садятся дома и все равно что-то делают. Смотрите, тут на самом деле двоякая вещь. Первая, ну, наиболее вероятная причина в другом, это банальное истощение резервов организма, и тогда он уже начинает давать сбой. И это намек для вашей психики, что пора себя как-то переключить более на воду. То есть сиди-ка ты дома, ничего не делай. То есть сиди-ка ты дома, да, дорогуша. Второй момент, это может быть психосоматика, но такое характерно больше для детей, когда, например, контрольная в школе, вдруг температура возникает. Вот это уже отработка психики, потому что если вы помните Библию, вспомните, что в начале было слово. Именно слово рождает телесную какую-то реакцию. Усприятие, точнее говоря. Как рефлекс такой. Рефлекс, по сути, да. И мы знаем, например, очень много людей, которые себя вылечили некими положительными установками. Мое тело работает по-другому. Есть даже целое направление такое, которое создал наш с вами, как сказать, коллега по фамилии Сытин. У него же целый прям настрой огромный для каждого органа. Ну, это не только он, на самом деле, таких ученых и врачей, и не только врачей в мире очень много. Но на самом деле, вот если вспомните, на самом деле, по большому счету, негативных событий в жизни человека очень мало. В основном, события позитивные. Либо нейтральные, да? Либо нейтральные, но, как правило, позитивные. Но сколько позитивных событий за неделю вы вспомните? Я много. Немного. Средний человек вспомнит немного. А вот негативные события, которые очень мало, человек помнит долго. И фокусируется на них, да? Конечно. Например, ну вот вы идете к метро. Так. Вам наступили на ногу. Вы же будете пережевывать это событие еще 2-3 дня. Ну да. И нагнетать это событие внутри себя до тех пор, пока напряжение не достигнет своего пика и к чему-то не приведет. Но в то же время... Ты же можешь кофе вкусный попить. Ты это так не обусоливаешь. Да. Но вот вы кофе пьете, он же великолепен. Правильно? Да, да, да. Я тоже очень люблю кофе. Но вы выпили это как норма. Это позитивное событие, которое является нормой. Вы о нем даже не помните. В то же время, например, воробушек пролетел, снежинка упала. Любое это событие можно превратить в воспоминание о хорошем. Угу. И предотвратить восприятие негативных событий. Но мы даже не обращаем на это внимания. Смотрите, а вот такой еще вопрос. Вот как вы сказали про ребенка, что контрольная у него сразу температура. Вот эту вот схему надо ломать родителям? Нет. Отправлять ребенка в школу или оставлять дома? Как быть? Это всегда так будет. Потом в институте это так будет. Медвежья болезнь или что-то еще. Надо работать психологом с этим ребенком для того, чтобы ребенок не боялся контрольных. Угу. Что он не тянет этот предмет, что этот предмет не для него. И он уже боится это контрольное, доводя себя до психосоматики. Угу. И обратить внимание, что, как правило, когда день проходит, температура куда-то уходит, заболевание тоже уходит. Ребенок спокоен. Угу. То есть, ну, родителям сразу нужно обращаться к специалистам, не идти на поводу у ребенка, да, то есть постоянно оставлять дома, например. Наоборот, надо идти на поводу у ребенка и пытаться понять, что приводит к этому. Понятно. Причина. Но только не руганью, не бранью, не наказанием, а спокойно, чтобы не усилить эту проблему, а ее решить. Угу. У нас вопросы есть. Да, нам пишет Ольга, и Ольга обращается к вам, Никита, как бы так, между прочим. Добрый день. А что насчет психосоматики и лишнего веса? Есть решение? Так, Ольга, ты... А мне кажется, очень завязанно даже, да? Абсолютно, да. Вроде как даже и не про себя Ольга спросила. Есть решение. На самом деле, я веду блог в Фейсбуке, ВКонтакте. Там очень много таких вопросов приходит. Про лишний вес? Про лишний вес. Но смотрите, давайте... Это очень большая глобальная тема. На самом деле, это тема даже ни одного эфира, лишний вес. Но там очень много нюансов. Во-первых, надо смотреть, когда началась прибавка веса. С чего началось? Если там было какое-то конкретное событие, то, может быть, да. Но, смотря как это событие повлияло на самого человека, возможно, там происходит нарушение эндокринной системы, в работе эндокринной системы. И тогда, так или иначе, нам эндокринную систему надо... Гормоны сдавать надо, да? Да, контролировать. Посмотреть, насколько там инсулин, насколько там гликированный гемоглобин, нет ли там нарушений длительных каких-то, нет ли там, например, нарушений в работе мозга. Например, иногда после травмы начинается полнота прихода человека. Поэтому психосоматика, да, определенно. Но опять-таки, тут я отвечу, как и на первый вопрос, мы проводим исследование полное человека. Только тогда, когда мы не выявляем конкретных факторов, например, эндокринных факторов ожирения или диабета или чего-то еще, вот тогда мы переходим к травме психосоматики. Наболевший вопрос. А теперь о наболевшем. Вы уже вне эфира сказали, как влияет режим дня человека на его ментальное состояние. То есть вот работает по сменам неделю с утра, неделю днем. Очень плохо влияет. Например, уровень. Первое. Вспомните времена СССР. Так. Да. Это режим труда и отдыха. Так. Вот уже только на этом этапе можно вылечить половину болезней. Потому что если вы весь день проводите в напряжении, а потом приходите домой в 9-10 вечера. Или вот эти подъемы в 5 утра, да? Ну, до подъема еще далеко. Вы что-то съели обильно, плотненько. Куда вы сели? К вашему планшету, компьютеру. Все время мозг напряжен. А потом вы вдруг резко выключили половину второго ночи и лели спать. Вы думаете, вы спите? Вы спите, но ваш организм не отдыхает. Или же вы уснули прямо за компьютером. Или так. Например. Организм не отдыхает. В 5 утра уже подъем. Вы разбиты абсолютно. Потому что, во-первых, вы поели перед сном. Был инсулиновый пик, который блокирует выработку мелатонина. А отдых это когда? Это спать лечь до 11? Желательно, да, конечно. До 11. При этом перед этим побыть в покое. Погулять. При глушенном свете не ярко, потому что синий спектр, он очень негативно влияет на сон. Как от телефонов. Как от телефонов. В телефоне желательно устанавливать фильтры. Есть фильтры. Да, да, да. Многие об этом не знают. Да. И вот за час-полтора ту сна, никакой еды, никаких гаджетов, никакого телевидения, никаких там программ, скандалов, интриг, расследований и так далее и тому подобное. Спокойствие и сон. До 11. Водички. До 11. Сон. Да, до 11. Спрашивают нас, какую книгу вы бы посоветовали по психосоматике, наиболее понятную? Ну, книг очень много. Самая популярная это книга Луиза Хей. Психосоматик. Исцели себя сам. Ну, да, да. Или с Бурбо, по-моему, еще из этой области. Тоже, да. Я же тоже, видишь, все знаю. Абсолютно так, да. И для наших слушателей и зрителей хочется у вас поинтересоваться, как вас искать в соцсетях. Вот прям так Никита Истомин. И даете ли вы бесплатные советы? Да, даю. Заходите на страничку в фейсбуке «Женский словарь» называется. Женский словарь. Ну, или Никита Истомин, да, можно найти так. Ну, Никита Истомин, но лучше «Женский словарь». Женский словарь. Да. Ой, Никита, спасибо большое. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Непременно. Мы во всем разобрались. Нужен ликбет. Сейчас мы накопим вопросов. Огромное спасибо, друзья, хочу напомнить, в гостях у нас сегодня был акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, остеопат, врач-кибернетик Никита Истомин. Мы сегодня говорили о психосоматике. Небольшой такой вводный экскурс получили мы. Получайте приглашение прямо в прямом эфире. Ждем вас еще в гости. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, Никита. Отличного дня. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна-ФМ».